Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Где и как экстремисты вербуют сообщников? Что делать, если вас пытаются запугивать и шантажировать? Какая модель поведения поможет не стать жертвой экстремистов? В нашей студии Виктор Романов, руководитель Самарской региональной общественной организации, оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО «Самбат». Виктор Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию поговорить, на мой взгляд, на эту очень важную тему. Да, добрый день. Тема в настоящее время очень актуальна, и это большая проблема. Это большая проблема. И вот давайте, знаете, начнем с чего? Насколько она действительно актуальна? Тема борьбы с экстремизмом и тема экстремизма. Вот на ваш взгляд. В настоящее время мы находимся в такой атмосфере напряженной. То есть у нас, с одной стороны, действия СВО. То есть там идут военные действия, находятся наши ребята в большом количестве. С другой стороны, мы находимся в обществе. В обществе, которое тоже, с одной стороны, поддержит СВО. С другой стороны, второе общество не поддержит СВО. А третье общество, оно относится скептически. Оно вроде и хочет помогать СВО, устремиться к ближайшей победе. Но пока не решилось. Вот уже два года идет, и вот я наблюдаю на фоне гуманитарной помощи, поддержки гражданам, только люди начинают просыпаться, начинают только помогать. И вот в этой среде как раз и начинает плодить в свои корни экстремизм. Почему? Потому что, как мы знаем, экстремизм – это родоначальник терроризма. И на фоне тех событий, которые в нашей стране происходят, и вот недавно совершенно происходили этот корпус «Хит-Сити», мы же прекрасно видим, что участники данного террористического акта были выходцы бывших стран СНГ. Это когда-то были наши, скажем так, сородичи. Сотечественники, да? Да. Мы жили в одной стране, да. С одной страны, да. Наши сограждане, по сути. Но прошло время, это все уже стерлось, и выясняется, что этих террористов завербовали совершенно… Ну, за 30 лет их перевоспитали, скажем так. Перевоспитали, да. И вообще сейчас методы вербовки и всего остального, оно так прогрессивно в современном мире. Мы очень сильно зависим от интернета, мы очень сильно зависим от общества, в котором мы живем. Потому что у нас тоже есть градация, да, по достатку, по, скажем так, количеству людей, кто нас окружает, как мы живем этой жизнью. Да, то есть кто-то просто на работу ходит и возвращается домой, покушал, спать, лег. А кто-то после работы еще едет делать общественную работу, а кто-то занимается спортом, ну и так далее. То есть мы же все люди разные, и у каждого есть свои интересы, и каждый живет свою жизнь. Кто-то воспитанием детей занимается, кто-то тренировками детей и так далее. И вот в этой среде где-то есть проявление экстремизма. И мы от этого не застрахованы. Почему? Потому что в обычной среде мы не знаем, как это выглядит экстремизм. Мы же не знаем, как это... У нас нет жесткой картинки. Что такое экстремизм? Это же очень размытые, скажем так, абстрактивные картинки, которые даже придя в госорганы нам не объяснят, как выглядит настоящий экстремизм. Потому что это все до такой степени сейчас перерождено. Экстремисты в нашем понимании, террористы в нашем понимании, это были какие-то, я не знаю, выходцы с каких-то гор, какие-то в челмах, в челмах. С других стран, да, какие-то там ИГИЛовцы или еще кто-то. Не будем вдаваться в эти подробности. А сейчас на самом деле это же совсем все по-другому. Сейчас вербовщики, они очень образованные люди. Они сидят в соцсетях, перелопачивают кучу информации, какие-то баз данных. Появляют очень, скажем так, подверженных эмоциональному, не только эмоциональному фону людей. На тех, на кого воздействовать можно. Да, да, да. То есть они очень тонкие психологи. Но это не делают сейчас люди в том понимании, как было раньше. Это очень умные и грамотные люди делают. Это, как я понимаю, это работа института на самом деле. И при том работают, как я понимаю, импортные разведки. Зарубежные разведки, которые нанимают людей, которые занимаются именно такими вещами в других государствах, не только в России. Мы можем это наблюдать и в других странах. А у нас сейчас СВО, мы очень сильно сейчас накалены, по сути. И у нас граждане все переживают за эту ситуацию, потому что на СВО находятся близкие люди, отцы, сыновья, дети. Поэтому тут надо быть очень внимательным к таким проявлениям. И в первую очередь я хотел бы обратить внимание к тем людям, кто, ну скажем так, незащищенным слоям нашего общества, что всегда есть возможность, куда обратиться. А вот перед тем, как обратиться, вы сами когда-нибудь сталкивались с этим явлением или с этими проявлениями? Вы, ваша организация, в практической плоскости, если говорить. Да, это страшная ситуация была в нашей жизни совсем недавно. Наше волонтерское движение было подвержено попытке совершения теракта. Слава Богу, я очень благодарен нашим спецслужбам, самарским и вообще российским, которые предотвратили террористический акт, которые своевременно выявили террористическую ячейку и предотвратили теракт против вообще волонтерского сообщества региона Самарской области. Я, ребята, вам очень благодарен, что живой, сижу с вами, сейчас общаюсь и помогаю также ребятам на фронте. То есть это на самом деле оно вот рядом? То есть оно ближе, чем кажется? Я, когда узнал об этой ситуации, что вот такой теракт не произошел, и он был предотвратен. Слава Богу, не произошло. Слава Богу, да. Я был в шоке от того, что это наши были земляки. Наши самарские ребята, которые были завербованы СБУ, которые подготавливали теракт. Притом не один, не против только меня, но один из, скажем так, жертв должен был быть самбат. И нам очень сильно всем повезло, что террористы сами подорвались на своих взрывном устройстве. Это та самая история, когда вот... Да, да, да. Это та самая история, которая была освещена в прессе. И вот с тех пор мы живем и выполняем дальше свою волонтерскую работу. Очень ограничено, очень под большой призмой внимания. Почему? Потому что очень сильно боимся вот этих вот еще дальнейших появлений. Ну это осторожность, конечно, разумная осторожность. Да, да. Раньше мы об этом так сильно... Меньше думали, да? Меньше думали, да. Вот этот опыт, приобретенный из данной ситуации, он нас очень сильно подстегнул к тому, чтобы более грамотно подходить к сбору волонтерной помощи и вообще общению с людьми. С кем общаешься? Вот, кстати, если об этом говорить, а как понять, что с тобой начинает общаться экстремист? Вот исходя вот из богатого жизненного опыта и в Самаре, и когда едешь куда-то вот, ну в другие регионы? Вы знаете, как я уже и говорил, экстремизм, он не имеет определенную картинку, да, это какая-то абстракция. И в первоначальном общении, когда с тобой начинают общаться незнакомые люди... То есть он может быть кто угодно, когда на территории... Кто угодно, да. Почему? Потому что тот же экстремизм, он проявится, может быть, и даже где-то в родственнике. То есть может куда-то как-то религиозно-нерелигиозно кто-то из родственников в это вникнуть, быть подвержен какими-то вот такими вот... То есть ему промыли мозги? Да, ему промыли мозги, и он уже тебе как родственник просто потом будет свою версию рассказывать, а ты будешь в это верить, да, что это хорошо, там, или денег тебе дадут. То есть эти проявления, они же идут на самые низменные вещи. То есть если это женщины, грубо говоря, они пытаются рассказать за любовь, как ее там любят, там, цветы и так далее. А если это, скажем, мужчины, то в основном это деньги. Вот что мы видим сейчас? Экстремизм, это же родоначальник терроризма. Терроризм это последняя уже фаза. И мы видим сейчас в последнее время, что у нас? У нас поджигают железнодорожные шкафы студенты. Вот обратили внимание, постоянно события идут, вот в новостях криминальных. Сотрудники ФСБ задерживают, там, или Росгвардия задерживает совсем юных ребят. Ну, там, до 20 лет, грубо говоря, которых вербуют через интернет, опять же, СБУ. Обещает им, там, я не знаю, 10, 20, 30, 40 тысяч за поджог этого шкафа. И ребята эти берут, там, поджигают эти шкафы, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть. А мы же прекрасно знаем, что вся инфраструктура железной дороги, она создана именно там, ну, она релейная, там, связь и так далее. И при нарушении, при сбое какой-то электросети, электро-какой-то питающей вот линии, это может быть и большая катастрофа. Ну, печально последствия вы производите, да? Да, да, да. То есть это могут быть, там, и встречные поезда сойтись. Да. Вот. Поэтому я всем молодежи скажу, ребят, если вам поступает предложение какой-либо финансовой поддержки, так, за какой-нибудь маленький проступок, ребят, вы всегда думаете, какой может быть у этого поступка, последствия, какие могут быть жертвы. И за 10, 20, 30, 40 тысяч вы можете просто приговорить к смерти очень много людей. А себя к тюрьме. А себя к тюрьме в первую очередь. И это покалеченная жизнь, и никаких перспектив в жизни. Поэтому всегда думайте, задумывайтесь, если на вас выходят какие-то личности в интернете, предлагают легкий заработок, простые деньги, ни за что, просто что-то поджечь, что-то где-то подсмотреть и сообщить. Ребята, это непростые деньги, и они далеко не легкие. И это все проявление экстремизма. Помощь терроризму, экстремизму, это неправильное движение. Лучше подходите к этому делу. Если вы сами не знаете, спрашивайте у своих родителей, у родственников, по крайней мере, у взрослых людей. Есть горячая линия, можно позвонить всегда и поинтересоваться. А правда ли, неправда ли, нужно ли так делать или нельзя. Всегда можно поинтересоваться, всегда можно подойти. И даже горячая линия у Самбата есть, можно позвонить, со мной связаться и переговорить. Я всегда познакомлю вас с теми людьми, кто нам помогает, сотрудниками, кто, я уже неоднократно сказал, что нас спасали и спасают, и оберегают. И вопросы любые можно решить, что касается экстремизма, терроризма. Мы всегда будем рады помочь. Главное, чтобы они вот этот шаг плохой не совершили, то есть остановиться на краю пропасти. То есть сделать вот этот шаг. А когда ты остановился, все можно решить, любые проблемы. Любые проблемы. Зачастую просто бывает так, что люди сейчас, опять же, из-за этого интернета, они очень ограничены. Им не с кем пообщаться, некому душу излить. Почему-то сейчас у молодежи не так модно ходить в церковь. Раньше как пришел, ты мог спокойно выговориться с батюшкой поговорить. Ты на исповедь пришел, да? Да, выговориться, душу открыть. Всегда услышишь зельный совет. Сейчас это как-то немножко, я не вижу, чтобы молодежь так вот прям вот шла и общалась. Ну, я призываю к тому, что все равно, если у вас есть какая-то ситуация такая, да, то есть не с кем поговорить, позвоните, поговорим, позвоните. Хуже от этого точно уже не будет. Ну да. Да, а если вас... И перед тем, как сделать, надо разговаривать. Вот надо вначале разговаривать, а потом думать, и только потом, делать или не делать. Вот это как бы последовательность. То есть вначале всегда много думать и советоваться. Да, да, да. Ну, никто не думает, тот сразу и в трем усеет, по сути. Ну да. Потому что те люди, кто занимаются вербовкой граждан, они очень тонкие психологи. Они прекрасно знают, как подойти к человеку. Как поставить его в ситуацию сложную. Да. Вот, да, я как раз вот это и хотел сказать. Я не так давно вот изучал вопрос. А это у нас мошенничество в соцсетях, да, то есть когда у пожилых людей выманивают какие-то суммы денег, при том огромнейшие суммы денег, там миллионы и так далее. И как бы это когда выходит информация как бы в прессу, да, общая доступность, ты начинаешь понимать, что да, это кто-то вот на этом очень сильно хорошо зарабатывает. И потом сейчас происходит ситуация такая, что СБУ зарабатывает таким образом. Оно ставит людей в позицию такую, когда человек должен теперь денег. То есть потерял деньги. Да, потерял деньги, и ему просто говорят, мы тебе вернем эти деньги сейчас, только иди сделай. И все, и человек от безвыходности идет и делает. А на самом деле деньги-то никто не возвращает. Конечно. Но человек уже что-то сделает, и сделает он нехорошее. Его, грубо говоря, над ним дважды подставили. Его обокрали, а потом еще заставили совершить преступление. Еще в тюрьму посадили. Еще в тюрьму посадили. То есть... Это вот из-за того, что люди не могут ни с кем пообщаться. Ограниченные очень сильно у нас люди. А, кстати, вот еще один есть момент, когда запугивают. Вот как это выглядит, и что с этим делать? Ведь еще такое тоже бывает. Да, вот я как раз тоже вот об этом и говорю, что люди, я готов выслушать, помочь. Чем я могу физически, я помогу всегда. Но если вас прессингуют, пытаются запугать тем, чтобы вы ни в коем разе никуда не сообщали, ни в какие спецслужбы, ни в какую МВД и так далее, везде... Да, ни в полицию не ходили никуда. Да, в полицию мы там все узнаем, у нас там свои люди сидят, там сразу информация нам придет. У нас там... Не правда это все, на самом деле. Это ложь. Это ложь. Все горячие телефоны, все горячие линии, они имеют, во-первых, запись. То есть любой звонок, он фиксируется. И специалист всегда к вам придет на помощь. Вот на самом деле у меня так произошло, и я в своей жизни это испытал на себе. То есть пришел ко мне специалист, по сути, он со мной связался, мы с ним переговорили, объяснились. Вот у меня была такая же сложная ситуация, скажем так, мне не с кем было поделиться, но слава богу, я мыслищий человек, и я домыслил, что мне надо все-таки позвонить горячую линию, поинтересоваться, как мне быть в этой ситуации. Мне объяснили, что со мной работают мошенники. Виктор Владимирович, давайте мы сейчас этот вопрос немножко по-другому... То есть вас пытались тоже, так сказать, на деньги развести? Да, много лет назад тоже такая же ситуация была. То есть я же такой же обычный человек, как и вы. И все мы здесь. Поэтому все могут столкнуться с этой ситуацией. И когда идет моральный прессинг, в первую очередь, надо сразу же задуматься, почему он идет. Остановиться, во-первых. Да, надо сделать внутри стоп и просто выждать время. Чем дольше времени выжидается, тем мошенник вот этот, который прессингует, который максимальный накат делает, да, давится, он сразу хватку ослабит. Потому что он поймет, что человек начинает остывать, начинает задумываться, почему так. И зачастую вообще это все прекращается. Да, вопрос нет. Если вы потеряли деньги, то это надо идти уже по законной линии, то есть идти в банк, писать заявление, то есть там МВД и так далее. Но это мы все прекрасно знаем. В целом... Но это не повод идти на преступление. Вообще никак. Потому что деньги ты не вернешь, но ты себе вот только, ну, я не знаю, крышку гроба закроешь. Выкопаешь яму. Да, выкопаешь яму и сам себя туда засунешь. И крышку гроба закроешь. Да, да, совершенно верно. Вот и все, другого слова здесь нет. Поэтому я еще раз повторяю, для этого есть горячая линия. Всегда можно позвонить, всегда можно узнать, уточниться и, конечно же, получить дельный совет. Других вариантов просто нет. Вот, скажем так, такой некий средний портрет экстремиста существует? Или это вот то, о чем мы говорили? На самом деле это настолько разные люди могут быть. Они к тому же и маски надевают ведь? Да, это вот абстракция. Это размытая личность. Экстремист, это... Еще раз повторяю, у нас стереотипы... Я вот советский человек, я рожден в Советском Союзе. Я тоже. Да, мы росли, у нас был Афганистан, у нас при нас была Чечня. Мы видели террористов, выходистов и так далее. Мы видели это все... На экране телевизора, да. Да, на экране телевизора где-то, в жизни где-то пересекались. Но это было что-то такое, которое было не сильно мыслящее, да, такое, не сложное, не комбинированное. А сейчас, я еще раз повторяю, это все очень сложно. То есть над этим работают очень большие, сильные специалисты. Чаще всего это в сети встречается, извиняюсь, что перебил. Да, да. То есть, наверное, вот в жизни фейс-то-фейс вряд ли так будет. А вы знаете, даже сейчас знакомство посмотрите. Вот хочешь познакомиться, да, и у всех вот знакомство все идут в соцсетях. Ну да. Кстати, не подумал я об этом. Да, а вот психологи-то сидят и работают. Там же ты же не видишь, с кем ты общаешься. Ну да, там некая картинка, фотография, чья она на самом деле. И ты во время общения начинает с тобой тебя прорабатывать. Это я к примеру так. Я понимаю. Тебя начинает прорабатывать. Ты, соответственно, начинаешься излагаться. Как ты относишься к этому вопросу? Кстати, да, даже там, вот, пожалуйста, на сайте знакомства. А как ты относишься к этому? А как ты к этому относишься? А что ты думаешь по этому поводу? Вот в том-то и дело, что сеть интернет, она очень такая опасная в этом отношении. То есть ты не видишь оппонента, с кем ты этот диалог ведешь. И тебя за счет того, что ты можешь наговорить, тебя могут прочитать просто. Сейчас же все просчитывается. Определенные вопросы, определенные ответы, реакция ответов и все остальное. Сейчас это все сразу видно. Искусственный интеллект считает. Да, сразу видно, что за человек с тобой пишется. Это, ну, извините, уже институты, это работают много лет, а мы только к этому приходим. Но, кстати, там же можно и наделать глупости, и наговорить того, что, может быть, ну, ты сказал, в сердцах. То, что потом против тебя будет использоваться. И чем тебя начнут шантажировать потом с помощью? Вот, 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 про это как раз мы говорим. О том, что могут провоцировать, ты наговоришь, это появится в момент шантажа. То есть это денежный шантаж, это такой информационный шантаж, да, документальный шантаж. Там, ну, про любовь, шантаж, да, то есть экстремисты, они используют любые моменты, любой шанс, как бы, компрометировать человека, а потом этим компрометировать человека уже и подводить на какое, ну, преступление. Ну, заставлять делать то, что ему нужно. Да. Но это манипуляция. Манипуляция, да. Страшная манипуляция при том. Кстати, Виктор Владимирович, а вот тогда, на ваш взгляд, какая в целом модель безопасного поведения, вот, должна быть у человека? Ну, по сути, мы в обществе живем. И наше общество, оно уже имеет определенные ограничения. И, вы знаете, у меня не так давно была беседа с ребятами на фронте. И, ну, ни экстремизм, ни терроризм, нет. Мы общались просто, ну, о своих, там, житейских вопросах, и в одном из моментов у нас разговор зашел в то, что, вот, как бы, есть же много сайтов разных, да, и вот, по незнанию можешь зайти на сайт, а там информация тебе не нравится, да, ну, то есть, там, содержание информации не твое, не твой интерес. Ну, и ты вышел. И пошел дальше, там, ну, информацию дальше смотреть, искать. А другой человек зашел, о, что-то написано, посмотрел, задержался, почитал. А тот, кто это все создал, он уже наблюдает, ага, человек заинтересовался, за это человек посмотрел. Это та же самая информационная, как сказать правильно, копилка, да, где, опять же, ведется данные. Потом этого человека берут на шаблон, проверяют оба данных, смотрят фамилию и отчество, кто он такой, какое поведение в сети, чем интересуется. Пожалуйста, тут религиозные, и не только религиозные, тут любые могут быть подходы уже к этому человеку. Поэтому соцсети — это очень страшное, бездонное дно. Это пропасть. С ними надо, вот, с соцсетями быть очень внимательными. Тем более, говоря о том, то, что ты можешь что-то написать, на себя наговорить. Вот, очень внимательно надо быть. Сейчас очень большой контроль в соцсетях, и не только с нашими органами мы общаемся, они говорят о том, что очень сильный сейчас приходится объем информационный перелопачивать для того, чтобы выявлять таких граждан. Но я даже больше скажу, у нас в волонтерском движении тоже есть соцгруппы свои, где мы тоже общаемся, где заходят к нам провокаторы, которые провоцируют. Кстати, я хотел сказать, наверняка же есть провокаторы. Да, конечно. Я думаю, даже много. Я, вот, честно, количество сейчас уже не скажу. Ну, достаточно. Да, это, на самом деле, это очень большая проблема. Почему? Потому что в сообществе происходит разлад. Это, ну, такой тихий экстремизм. То есть, зашли, а, да, они гуманитарку не довозят. И вот, там, два-три человека начинается, да. Да как не довозят? А, да-да, не довозят, мы тоже слышали. И вот это, вот, понимаете, вот были провокации. Ну, такой яд, яд туда. Капля, да, дегтя. Или дегтя, да-да. Да, да. И вот это экстремизм, по сути, проявление. По сути, да. Да, и вот то же самое и в жизни у нас. Они там, на самом деле, такие-сякие. Икру черную едят, да, ложками. Да, икру едят черную ложками. А пока вы тут дурачки, так сказать, ну, понятно. Вот, поэтому тут мы даже на фронте с ребятами общаемся когда-то. И я ребятам говорю, ребят, вот у нас вот такая ситуация, да. То есть, вы, пожалуйста, сделайте нам видео, чтобы вот таких вот, когда вот такие моменты происходят, мы, ребят, вот у нас видеоотчет есть от ребят. Смотрите, вот, все привезено. Вот мы здесь, вот оно все. Отчитали, да, все вот у ребят. Отчитались, так сказать. Вот, да. То есть, мы максимально стараемся это исключать. Но в жизни, как вот человеку, если подойдут вот те же экстремизмы, с какой-то такой вот провокацией. Ну, это провокация, да. Как вот человеку быть? Это очень сложно. Поэтому линия поведения человека должна быть такая, ну, чтобы его не скомпрометировали на тех или иных движениях. Почему? Потому что, ну, еще раз скажу. Сидел ты за компьютером, ничего плохого не делал. Зашел ты на какой-то непонятный сайт, закинулся. Посмотрел, поковырял, вышел. Ты уже скомпрометирован. На тебя начинают сейчас уже аферисты там пытаться где-то как-то повлиять. Со временем ты опять где-то что-то куда-то зайдешь. Предложения посыпятся какие-то. Вот у меня сегодня за целый день, наверное, уже 18 звонков от всяких банков пришло. Хотя я нигде ничего не просил. Ни кредитов, ничего. Откуда это все? Я тоже не понимаю. Но я понимаю, что где-то и ведется работа. Почему? Потому что мне и моей супруге постоянно вот... Нет-нет, но вот за целый день может там до 100 звонков прийти. Вот просто вот такого плана. Да. До 100 звонков? До 100 звонков. Спокойно прям вообще. То есть... Вот тоже на галочке, тоже кто-то работает, что-то что-то пытается. Но из-за того, что мы... Нет, но у вас-то понятно пытаются прорабатывать. Это как бы 100%... Да, все подвержены. Все подвержены. То есть нет же такого, чтобы был какой-то определенный шаблон, да? То есть все, опять же, используется экспронтом, я так понимаю. И каждый гражданин подвержен под такие похожие атаки. Это экстремизм. Он же тоже не знает, что вот по шаблону подходит, а это не подходит. Нет, всех пробуют. Ну да, из серии попробовал – получилось. Попробовал – не получилось. Соответственно, отсеяли, пошли другого искать. То есть здесь надо быть очень, ну, скажем так, ухо востро держать. Тут по-другому не скажи, потому что как выглядит экстремизм, мы не знаем. И он перерождается... А где он сидит, на самом деле? Да, да, да. В какой стране? Совершенно верно. Мы также видим, что вокруг нашей страны, вообще вокруг нашего мира происходит что-то постоянно непонятное. То там где-то розни, то там где-то войны, то там где-то взрывы. У нас тоже происходят какие-то непонятные моменты. Поэтому я призываю всех, гражданам Самарской области, быть повнимательнее. Почему? Потому что на фоне того, что происходило с нашим волонтерским движением, я имею в виду теракция, который не совершился. И слава богу. К нам приезжали и приезжают жители с наших новых земель с 2014 года. И мы не знаем, все ли правильные приехали к нам люди. Или все-таки кто-то приехал, скажем так, с кинжалом в душе. Поэтому я и своих волонтеров всех предупреждаю всегда, потому что мы ведем активную работу по сбору гуманитарной помощи и так далее. Что, ребята, смотрите, что вокруг говорят. Смотрите, кто как приносит гуманитарную помощь, чтобы не получилась какая-то провокация. То есть мы вот этот экстремизм с терроризмом, для нас это почти одно и то же. Потому что мы как бы на острие работаем. И мы понимаем, что нас тоже могут спокойно скомпрометировать, попытаться нам привезти какую-нибудь отравленную помощь и так далее. То есть мы это пытаемся всегда все оккупировать. То есть мы гуманитарную помощь проверяем спецсредствами, взрывотехнические вещества мы тоже проверяем с помощью собак. Приезжают нам собаки на пункт приема помощи, обнихивают всю полностью гуманитарную помощь. То есть мы везем уже на фронт безопасную. Мы это все уже как бы... Прошли все это. Да, да, да. Мы уже не можем ошибаться и стараемся вот идти вот тем наработкам, которые мы уже создали. И вот так работаем и идем потихонечку везем нашим ребятам поддержку, помощь. Ну, что касается экстремизма, ребят, это очень сложная тема для разговора на самом деле. Она вокруг нас и одновременно ее нету. Она абстрактная, но очень страшная. Если кому-то постучаться непонятные люди с непонятными вопросами, с предложениями заработать, я всегда на связи, ребят. И, конечно, линия 102 всегда, пожалуйста, звоните. Спасибо за интересную беседу, важную беседу. Ну и я надеюсь, что, собственно говоря, нас услышали. Люди будут просто... на самом деле нужно быть просто осторожнее и внимательным, и думать, что ты делаешь. Да, и в окружении смотреть всегда. Посмотреть, кто рядом с тобой. Спасибо. Спасибо большое. Напоминаю, в нашей студии был Виктор Романов, руководитель Самарской региональной общественной организации «Самбат», оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО. Берегите себя. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»